До соревнований осталось несколько дней и надо еще много сделать. Самое главное – подготовить место для проведения турнира. Традиционно Саровский триатлон проходит на озере Протяжном. Как отмечают организаторы, это состязание – отличная возможность проверить свой организм на прочность. Поэтому особых требований к уровню спортивной подготовки нет. Участником соревнований может стать любой молодой человек или девушка старше 18 лет. В наличии обязательно шлем для участия на велоэтапе. Остальное, по большому счету, по желанию. Последние годы наметилась тенденция к снижению количества спортсменов. Как отметили организаторы, одной из возможных причин могла стать низкая подготовка участников в одном из видов спорта. Например, кто-то хорошо бегает, но не может плавать. Поэтому в этом году решили сделать категорию для командного участия. Формат эстафеты. Эстафетная команда, где каждый из участников будет преодолевать свой этап. Плавание, велосипед или кросс. На сегодняшний день порядка 10 команд уже подали свои заявки. На соревнования приглашают не только спортсменов, но и друзей и родственников, которые будут поддерживать участников. Для болельщиков будет организована зона семейного отдыха. Стар соревнования намечен на 10 часов. Первая дистанция – плавание, затем велокросс, а потом легкоатлетический забег. Для каждой категории свой маршрут. Получается, для группы «Лайт» это в районе 19 километров, а для группы «Хард» 25,5 километров. По итогам соревновательного дня будут определены победители и призеры командного индивидуального зачета в каждой возрастной группе и номинации. Поскольку нам интересно куда-то развиваться, куда-то двигаться, как-то людей побуждать, стимулировать и так далее, мы ввели отдельные номинации для тех, кому удастся установить рекорды либо в абсолюте по итогам всех трех этапов, либо в отдельных видах. Всех, кто желает стать участником триатлона и испытать свой организм на прочность, ждут в 9.30 22 июня на озере Протяжном. Мероприятие рассчитано для лиц старше 18 лет.